День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Продолжаем утро на Болткоме. Абекалкин Александр Шунин и представитель бюро вакцинации Инга Васильева с нами уже на связи по Зуму. Доброе утро, Инга. Здравствуйте. Я вижу, у вас прекрасная погода там, природа. Я думаю, у вас тоже прекрасная погода. Сейчас каждый из нас ищет тенечек. Я нашла свой тенечек на улице. И хорошо кондиционированный воздух. Мы его нашли. Что ж, видимо, поздравляем друг друга. Инга, есть такое предложение совершенно неожиданное в этот час обсудить последние события касаемо вакцинации? Новую рекламную кампанию, темпы, достижения и так далее. Вы же не против, правда? Каждый понедельник в вашем распоряжении. Да, и огромное вам за это спасибо. Да, что касается действительно новой кампании информационной, вот на чем она может быть основана и какая ее цель, потому что, наверное, есть какой-то определенный процент, я думаю, вы тоже не будете отрицать, население, которое, ну, как-то, дипломатически сказать, невосприимчив к этой агитации. И вот он, не знаю, этот вот процент населения, вот эти люди решили, что они при любых обстоятельствах не будут вакцинироваться. Ну, или, по крайней мере, ждать до последнего и тянуть вот с этим процессом. Вот учитываете ли вы это и на кого-то направлена вот эта кампания вакцинации, если вот отнять, если так можно сказать, этих убежденных антиваксеров? Да, если посмотреть эти логические опросы, последние, которые сейчас были за июнь, то мы видим, что 35% людей, которые хотели вакцинироваться, они завакцинировались. Это совпадает и с нашими данными, и с нашей статистикой. И очень большой процент, порядка 30% людей, которые сомневаются, еще не приняли решение, которые откладывают свой выбор идти и сделать вакцинацию, которые хотят посмотреть, а вот как там у моего родственника или у соседа, да и моего друга, как он там, не изменится ли его, скажем, в каком-то состоянии, что-то после вакцины. И мы как раз своей рекламной кампанией, не только рекламной кампанией, а, скажем так, чередой различных мероприятий, как раз в данный момент будем работать именно, уже работаем на эту аудиторию. То есть на эти 30%, которые сомневаются, не приняли решение, которые откладывают до осени факт своей вакцинации. Сама рекламная кампания, она начинается сегодня. Ее цель, то есть достичь максимальной видимости в среде, в среде, в городах, в Риге, Далгопилс, Лепае, Валмир, Венеспилс, то есть все большие города, Резикне. Конечно, это телевидение и радио, в том числе и радио Болтком. У вас мы тоже будем звучать голосом актера русского театра Якова Рафальсона. Так что это самая основная цель. Но еще параллельно, так как мы с вами говорим на русском языке, на русскоязычном радио, параллельно на следующей неделе начинается тоже такая информационная, скорее всего, кампания именно для русскоязычного населения. На следующей неделе, не на этой, да? Да, на следующей неделе. Когда мы будем, в принципе, не агитировать людей, скажем, не призывать людей, а именно давать саму информацию. То есть информации по развенчанию различных мифов, что касается вакцинации. Какую-то практическую информацию, информации о побочных, непобочных, с какой вакциной нужно ждать каких эффектов. То есть мы дадим именно эту такую информацию на простом, нормальном, человеческом языке. А в каком виде? Это телевизионный сюжет или радио? Нет, это будет печатная пресса, и это будет радиостанция, в том числе и радио Болтком, кстати. Спасибо. Да вот все-таки хотел уточнить, я знаю, что эта новость вызвала такой большой резонанс, понятно, что вы не регулируете, ну, к примеру, что дает для общественности, к примеру, компания Pfizer, да, но вот очень многие, обратили внимание на их заявление о том, что понадобится третья такая вакцина, то есть фактически ревакцинация. Сейчас они будут пытаться зарегистрировать эту вакцину в Европейской агентстве лекарств, но тем не менее, поскольку Pfizer крупнейший, я так понимаю, поставщик вакцины в мире, наверное, в Латвии в том числе, в основном же превалирует все-таки Pfizer по количеству вакцин, а они вообще коммуницируют вот с странами перед тем, как делать те или иные публичные заявления, почему спрашивают, может, такое ощущение, что отдельные такие там высказывания, заявления, это как раз льют воду на мельницу вот этих антиваксеров, они говорят, ну, видите, уже третья, ну, это же бизнес, ну, сейчас будет четвертая, потом пятая, ну, каждые шесть месяцев будем прививаться. Ну, в принципе, это вопрос к агентуре по заливу, а стадиентуру, как в русском языке, даже агентство по лекарствам, да, 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 это вся коммуникация, что касается всех лекарственных средств, она идет только через них и с ними, я вам на этот вопрос не смогу ответить, но что касается ревакцинации, третьей вакцинации, вы знаете, об этом, это, ну, скажем, это такая не новость грянула откуда-то, в принципе, это уже многие исследователи об этом, но они уже говорят уже какое-то время. Да, возвращаясь на полшага назад к этой новой кампании, лично меня интересуют, какие аргументы вы приготовили для этих 30% сомневающихся, вот параллельно нашей беседе руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича общается с нашими коллегами на ЛТВ, Рита Панорама, и она заявила, что главная цель новой кампании вакцинации – это дать стимул сомневающимся. Так вот, что это будет за стимул, что это будут за аргументы, которые должны заставить встать и пойти и сделать уколы? Скажем так, уколы – это звучит уже как в школе, когда мы боимся уколов, сказать, получить вакцину. Да, да, да. Но, знаете, в принципе, да, наша главная цель – это дать импульс тому, чтобы человек принял сам, скажем, это информированное решение, такой слоган кампании «Без вакцины мы не победим». Он основывается на слоган, даже не знаю, как слоган, но такой кредо латышских стрелков. В начале прошлого века, когда на их флаге было написано «Без борьбы мы не победим», в данной ситуации слово «борьба» мы заменили на слово «вакцина», и, в принципе, над этим мы и работаем. Как мы знаем, что тогда, когда нам нужно сделать какое-то серьезное дело, мы в буквальном смысле, ну, скажем так, отротом, педуртность. На русском языке тоже есть, наверное, какое-то словосочетание. Закатываем рукава, да. И в данной ситуации рукава нам нужно закатывать в буквальном смысле и, в принципе, бороться с этим вирусом плечом к плечу, потому что в данной ситуации не мы там, скажем, являемся врагами друг друга, несмотря на то, что у нас там могут быть разные мнения не только по вакцинации, а по разным житейским и социальным ситуациям. В принципе, сейчас мы все вместе боремся с одним. Это с вирусом, который бесчувственный, который очень нелипкий. И, в принципе, это есть наш такой, ну, скажем, внутренний, внешний враг. Нам нужно просто сплотиться, чтобы его как-то победить. Скажите, при всем при этом по цифрам, данные тоже Национальной службы здоровья, минувший уикенд в плане темпа вакцинации был самый низкий с апреля, со второй половины апреля. Чем вы можете объяснить? Рекордный жар, вы все на море поехали, так вы и там, с позволения сказать, всех достаете. Все эти мобильные подвижные станции есть и на ярмарках, они работают, и в торговых центрах они работают. Почему же тогда так вот откатились? Ну, на ярмарках, да, мы работаем, но на пляжах мы еще будем работать, мы еще будем работать и в Можопарксе, и в Юрмале на пляжах. Но что касается статистики, да, она, в принципе, она никого не радует. Она, в принципе, довольно-таки стагнирует. Этот темп очень-очень-очень небольшой. Это связано, конечно, с жарой. И, кстати, что касается жары, то я тоже все слушатели болткома, которые собираются в эту жару идти на вакцинацию, все-таки нужно продумать о своем состоянии здоровья, посмотреть, как вы себя чувствуете именно в жару, какие ваши ощущения. Если у вас плохое самочувствие именно от жары, лучше все-таки созвониться с 8989 своим семейным врачом и переложить вакцинацию на другую дату, когда жара уже не прогнозируется такая большая. Жара, она имеет большой фактор. Очень много людей в отпусках, в том числе в отпусках идут тоже и семейные врачи, которые у нас тоже большая составная часть вакцинационного профессии, вакцинационного процесса. Ну и, как я вам говорила в начале, то есть сейчас у нас очень серьезная работа с именно этим процентом, 30% людей, которые сомневаются, не приняли решение. Это, в принципе, скажем так, это не самый легкий труд, но, в принципе, нам вместе нужно идти к результату. Да, что касается вот этих ярмарок, я так понимаю, как раз вот эти вот пункты мобильные во время этих ярмарок летних, они как раз вот очень востребованы? Да, например, вчера был пункт в Вилянах, это в Лабгалии, такой небольшой городок, и он побил все рекорды именно по ярмаркам, там было завоцинировано 157 человек в течение с 7 до полвторого, то есть это небольшой, небольшой, сколько там, походит, 4-5 часов. Да. Был очень большой интерес. Я, кстати, сама лично была в Вилянах, я посмотрела, насколько большой интерес очередь была все время, люди шли на ярмарку, кстати, есть люди, которые шли довольно-таки, ну, которые знали о том, что есть вакцинация на ярмарку. С теленаправленно туда шли, да. Да, с теленаправленно. А есть люди, которые случайно шли, ой, смотри, слушай, вакцинируют, давай пошли, потому что мы вакцинировали вакциной Янсен, это одноразовая доза, и, в принципе, это очень быстро и очень удобно. То есть, я так понимаю, что на ярмарках все-таки преимущественно, преимущественно пользуются, так можно сказать, у населения именно вакцина Янсен, потому что, действительно, один раз сделали прививку, через, сколько там, 16 дней получи сертификат. Да, да, но на ярмарке, все равно мы даем возможность тоже получить вакцину Pfizer, особенно, не особенно, а подросткам, которые приходят вакцинируют только Pfizer. Кстати, подростки тоже приходят на этих ярмарках, потом уже с людьми отдельно связываются и договариваются о времени и месте, где им удобнее получить вторую вакцину Pfizer, по возможности ближе к их местожительству. Кстати, тоже интересно по ярмаркам, есть даже люди, которые, ну, мы посмотрели, поанализировали предыдущие ярмарки, они получают вакцину. Например, рижане приезжают в какой-то городок и там на ярмарке получают вакцину, просто потому, что это очень удобно. Я хочу вернуться к цифрам, с вашего позволения, тут не совсем понятно. По вашим словам, 35% вакцинированы, 30% сомневаются, а где остальные? Ну, то есть в сумме у меня получается 65 из 100. Нет, если мы, что касается, это были цифры социологических вопросов. Дальше там остальные идут, антиваксы, порядка 10-15%, и там есть люди, которые не указывают причины, что вполне возможно. То есть убежденных 10% вы говорите, да? Да. Что касается самой статистики по вакцинации, то на этой неделе мы ждем результата около, мы должны перевалить 70 тысяч, отметку в 70 тысяч, то есть это те люди, которые получат, будут уже, получат первую дозу вакцинации. А на прошлой неделе 60 тысяч людей, они уже закончили свой курс вакцинации. Если мы смотрим по процентам населения с 12+, то эти 70-700 тысяч, это порядка 42% населения. Можно ли сказать, что вот, или еще, может быть, нет данных, что вот этот, как бы намерение правительства, понятно, что еще будет дискуссия, еще будет неочередное состояние правительства, потом еще с тем, но тем не менее намерение правительства по крайней мере обязать прививаться три категории. Вот работников, имеется в виду медики, социальные работники, педагоги, уже сейчас дали какой-то стимул, вот представители этих профессий, которые сомневались по каким-либо причинам, все-таки начали активнее вакцинироваться. Я слышал, что учителя все-таки, понимая, что до нового учебного года остается не так много времени, уже все-таки активнее начали вакцинироваться. Да, это мы можем видеть именно по статистике педагогов. В течение, например, прошедших двух недель их процент поднялся до 7%. То есть фактически через каждые два дня мы видим, как процент именно среди педагогов поднимается. Он сейчас уже около 56-57%. Да. Да, он понемножку, понемножку, конечно, поднимается. Но опять-таки, конечно же, мы понимаем, что педагоги, они такие же люди, как и мы все. То есть среди них есть люди, которые тоже сомневаются. Что, конечно, нас немножко, скажем так, удивляет то, что педагоги, как причину говорят, что нет информации. Но мы сами знаем, что самая основная задача педагогов – это учить детей и найти, и искать информацию. Информации, в принципе, в вакцинах много. Во всех государственных сайтах очень много масс-медиа пишут о вакцинации. Поэтому тут есть такие интересные парадоксы, конечно. – Скажите, пожалуйста, говоря о возможных вот этих добровольно-принудительных сценариев, когда обяжут определенные группы вакцинироваться, ну, не приходится сомневаться в том, что будет определенное противодействие, особенно если все это ляжет на плечи частного бизнеса. Как-то обсуждается ли в бюро резкое повышение поддельных сертификатов? Или вы не берете в учет, что черный рынок будет развиваться? – Это, конечно, берется в учет. И, кстати, тоже разработано довольно-таки, скажем так, такой алгоритм действия, который дан и как семейным врачам, которые, кстати, население, если тоже у вас есть сигналы, у семейных врачей, если они слушают, если у вас есть сигналы, конечно, по поводу всяких этих, скажем так, продуктов черного рынка, нужно обязательно сообщать в полицию и в КНАП. – Что касается семейных врачей, хорошо, что вы упомянули, может быть, под занавес нашей беседы. Что касается семейных врачей, многие из них, вот, по-моему, сегодня по латвийскому радио где-то прозвучало, что семейные врачи, те, кто вакцинирует, они готовы и дальше этим заниматься, но они говорят, что, ну, в переводе мощности не хватает, поскольку, ну, семейные врачи ведь параллельно свою основную работу ведут, особенно с хроническими больными, в общем, есть чем заниматься семейным врачам, может быть, что-то здесь планируется, не знаю, какие-то доплаты, вот, семейным врачам, вот, еще какие-то варианты, поскольку, ну, семейные врачи, во всяком случае, лучше всего знает свой контингент пожилых людей, очень важно пожилых группы риска привить. Да, вы совершенно правы, это мы тоже анализируем ситуацию, потому что семейные врачи, в принципе, это ключевая фигура вакцинации сеньоров, она уже на прошлой неделе в Кабинете Министров рассматривались предложения Министерства Здравоохранения, и мы надеемся, что ближайшие заседания министр кабинетов, это тоже будет утверждено, то есть и дополнительные финансовые стимулы для вакцинирующих семейных врачей, а также дополнительные финансы для того, того, чтобы, как вы говорите, семейные врачи могли себе позволить еще дополнительные руки, которым будут помогать в этом процессе. Так что это вопрос в ближайших заседаниях министр кабинетов. Спасибо большое представитель бюро вакцинации Инга Васильевна. У нас было на прямой связи, как, в принципе, всегда, в понедельник. Ну что, до следующего понедельника. Хорошего дня, удачной недели. До свидания. Мы, видимо, сделаем небольшую паузу. Обычно в это время вернемся уже с новыми экспертами, с новыми темами. Да, у нас будет замечательный гость, член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Каспар Смейлнис. Латвийские крестьяне призывают к развитию рижского центрального рынка, который должен снова стать основным рынком, извините за тавтологию, сбыта их продукции. О, ну что ж, замечательно.